Государственное автономное учреждение культуры Московской области Литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Павловича Чехова-Мелехова Собственно говоря, расположен на усадьбе писателя Небольшая парковка, лучше приезжать пораньше, чтобы занять место Первая дверь это касса, проходите через нее на территорию На территории есть туалет, есть небольшое кафе и даже летнее кафе Но сегодня погода не летная, собственно говоря, кафе только внутри здания На территории проводятся театральные постановки по 20 минут Ничего на выходе Музей-заповедник Антона Павловича Чехова-Мелехова Такая красота здесь, созданная Авдеевым Собачки Таксы А, таксы Хина Марковна и Ебром Исаевич, прикольно Чехова были, их звали Хина Марковна и Ебром Исаевич Вот такие имена человеческие собачкам дают Прикольно Ну ладно Опять желтенький дом Это, собственно говоря, где сам Чехов и жил Кануло все в историю Довольно-таки обширная территория Ммм, воздух чистейший Прудик Находится в 65 километрах от Москвы Пойдемте посмотрим Возможно здесь рождались какие-то известные произведения Палата номер 6, гранатовый браслет И еще, наверное, какие-то Я именно эти читал по школьной программе Сегодня дождик льет Но ничего, мы не сахарные Думаю, не растаем Колодежь Куда водичку Скамеечки Такая вот Приятненькая территория Вот здесь и жил Антон Палыч Техов Получается, 6 лет он здесь прожил Сейчас пойдем внутрь Колокол Кабинет Чехова Вид из окна На яблоновый сад Распись Чайковского на фото Толстой висит он Камины В каждой комнате Библиотеку Его брат учился в Москве В живописи Больше похоже на гостиную Это комната сестры Чехова Мария Павловна Посередине ее картины И в частности Сам Чехов В черном обравлении На почетном месте Страшная фотография Девушки Которые говорят Болела Спальня Чехова Спальня Чехова А почему брат у него был Егорович А он Павлович Чехова Чехова Это отец А это отца А это отца А это отца Палый кур Да И что Все Спасибо Да Обязательно Конечно Целовая Самова Это Комната Евгения Яковлевна Матери Чехова Да Здесь он еще был Холост Так Ну Все Вот такое Всем спасибо Всем Свободны